Ну ладно. Сначала я опубликовал книгу, в которой утверждал, что лучше всего завтракать, что завтрак — самый важный приём пищи. Потом я сменил точку зрения. Нет-нет, нет, это ложная информация, никакого завтрака. Голодание. А теперь я снова меняю точку зрения и советую завтракать. Что происходит? Вы слушайте меня и всё поймёте. Ведь порой, когда узнаёшь новые данные, которые позволяют делать что-то лучше, нужно быть готовым хотя бы изучить их и, возможно, даже опробовать их, чтобы понять, стало ли лучше. Моя цель не в том, чтобы доказывать свою правоту, а в том, чтобы добиваться лучших результатов. И, к сожалению, особенно в науке, есть учёные, у которых есть свои любимые теории. И, бог ты мой, они очень закоснелые и просто не способны менять точку зрения на свои теории. Я считаю, так не надо. Так что я кое о чём вам расскажу, и, возможно, ваше мнение тоже изменится. Я не говорю, что так делать нужно, но просто выслушайте. Существуют разные факторы. Есть ваша диета и есть голодание. Ваша схема голодания. Лично я голодаю 20 часов и ем в течение 4-часового окна. Но есть ещё время, в которое вы всё это делаете. В котором часу вы идите первый раз? В полдень? В 3 часа дня? Вечером? Сначала я думал, что это не особо важно. Я думал так. Я ложусь спать вечером, утром встаю, я уже голодаю. Зачем же есть? Нужно просто продолжать голодать, сколько получится. И, похоже, это работало хорошо. Но недавно со мной произошло нечто, из-за чего я более внимательно посмотрел на время еды. Недели две назад я поел очень поздно, съел много белка, и в ту ночь я почти не спал. И тогда я призадумался. Во-первых, белок стимулирует, пробуждает тело. И если съесть много белка поздно вечером, это тоже плохо. Так что я начал искать информацию по этой теме и нашёл вот что. Ранние приёмы пищи — ограниченное питание. И на эту тему есть довольно много серьёзных исследований. По сути, более ранние приёмы пищи немного лучше согласуются с циркадными ритмами. Я посчитал это интересным, особенно потому, что это повлияло на мой сон. По сути, вся идея в том, чтобы следовать своей схеме, но сместить её на более раннее время. И не есть, скажем, после трёх часов дня. Изложу вам кое-какие научные данные по этой теме. Это очень интересно. Отмечено улучшение индекса HOMO-IR. Что такое HOMO-IR? Это анализ инсулинорезистентности. То есть, по сути, было отмечено повышение чувствительности к инсулину. Так что это здорово. Номер два. Улучшился уровень сахара. В ходе этих исследований, ссылки на которые есть внизу, не изменяли диету, не изменяли схему питания. Изменили только часы, приёмы пищи и больше ничего. И сахар снизился. Номер три. Улучшилась реакция бета-клеток, а они производят инсулин в поджелудочной железе. И они стали лучше реагировать, что любопытно. Номер четыре. Отмечено снижение аппетита по вечерам. Знаете, многие люди перекусывают по вечерам. Если по-настоящему избавиться от аппетита по вечерам, полностью убрать тягу к еде, это принесёт пользу. И номер пять. Отмечено улучшение уровня инсулина после еды. После еды происходит всплеск инсулина. Так вот, эти всплески стали меньше. То есть, очевидно, улучшился контроль над инсулином после приёмов пищи. Номер шесть. Усиление аутофагии. И номер семь. Я уже упоминал это. Это несколько лучше соответствует ритмам тела. По-видимому, вечером активность генов, связанных с пищей, снижается. Она должна снижаться, а не повышаться. Но если поесть слишком поздно, эти гены начинают активироваться. А поскольку они связаны с системой пищеварения, это вас пробуждает и ухудшает сон. По-моему, это крайне интересно. Итак, я питаюсь по такой схеме. 20 часов голодания, 4-часовое окно для еды. Я буду есть в 9 утра. Это первый приём пищи. Второй приём пищи в час дня. И всё, после этого времени я ничего есть не буду. Это позволяет решить ещё одну проблему. Небольшой всплеск кортизола в 8 часов утра. Из-за него у многих людей возникает волна голода. И я всегда советовал просто перетерпеть это. Но если есть в 9 утра, а потом в час дня или в 3 часа дня, если у вас немного другая схема, то вы можете получить больше результатов в движении к цели. Но недостаток этого вот в чём. Если вы встречаетесь с семьёй за ужином, то это проблема. Режим будет нарушен. Но я даже не говорю, что вы должны следовать этой схеме. Я лишь призываю подумать об этом, если вы хотите добиться чуть большего. Я останусь на этой схеме ещё на пару недель. Пока всё идёт хорошо. Но я пока не вполне убеждён в пользе этого. Я поживу по этой схеме ещё немного и посмотрю, что будет. Но идея мне нравится. Мне нравятся уже достигнутые результаты. Мой сон улучшается. В общем, я просто хотел познакомить вас с этой идеей. Можете следовать этому или нет. Зависит от вашей ситуации и результатов. И раз уж мы говорим о сахаре крови, я недавно снял видео о замечательной специи, которую можно употреблять, чтобы ещё больше снизить сахар крови. Вот это видео. Посмотрите.